Друзья, мы рады приветствовать вас на нашем канале. Будем благодарны за подписку. Народ не готов жалеть Андрея Макаревича. У ООН иноагента Андрея Макаревича новое расстройство. Его концерты в странах Средней Азии под угрозой отмены из-за того, что он поддержал Израиль в конфликте с Палестиной. У иноагента Макаревича началась не самая светлая полоса в жизни. Целый год после побега в Израиль музыкант демонстрировал оптимизм и уверенность в будущем. У него появилась новая жена, четвертая по счету, родился ребенок. Он сумел худо-бедно восстановить группу машина времени, которая начала гастролировать. Однако в октябре полыхнул новый Израиль-Палестинский конфликт. Макаревич послушно встал на позицию одной из сторон и внезапно узнал, что в некоторых странах не все разделяют его мнение. Дело в том, что у машиниста запланирован тур по государствам Средней Азии. Макаревич намеревался выступить в Казахстане, Узбекистане и Киргизии. Но вмешались какие-то странные люди, как сказал сам музыкант, опубликованном в его блоге-видеоролике. Эти странные люди, то есть обычные активисты, потребовали, чтобы организаторы отказались от проведения концертов Макаревича в этих странах из-за того, что тот поддерживает Израиль. Тут какие-то странные люди завалили угрозами организаторов концерта, видимо из-за того, что я поддержал Израиль в его войне, поддержал страну, в которой я живу. Угроза вычеркивания целого региона из возможного гастрольного графика, похоже, по-настоящему испугала Макаревича. Он даже записал ролик, в котором вспомнил былые времена, когда ездил в Среднюю Азию со своей группой. Друзья мои, мы много раз с машиной выступали и в Узбекистане, и в Казахстане, и в Кыргызстане. И, по-моему, всегда это было очень хорошо. Но расстройству Макаревича мало кто поверил. В сети посчитали, что он записал ролик исключительно из-за того, что перед ним замаячило угрозы потери денег. А что думаете вы? Пишите в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok